Доброе утро! На календаре 19 апреля. Как говорится, пятница праздник небольшой, зато постоянный. Здравствуйте! Вас приветствует телеканал «Беларусь-4 Брест», программа «Утренний эспрессо» и ее ведущие Кристина Милищенко и Андрей Палагин. Далее краткий анонс нашего выпуска. Встречаемся сразу после. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Расскажем, что такое галангал и в чем его основная польза. Узнайте еще больше исторических деталей о нашем регионе, а также определим границы самостоятельности ребенка. Доброе утро! Доброе утро, Брест! Просыпаемся. Встречай, доброго утра, прекрасного настроения и привет из Гродно! Доброе утро, дорогие наши телезрители! Ранее в программах мы рассказывали о том, что скоро пройдет республиканский субботник. И вот этот день уже наступает. Завтра, 20 апреля, он состоится. Стоит отметить, что 35% денежных средств, заработанных в день проведения субботника, в том числе и на рабочих местах, пойдут на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Помимо собранных средств, конечно же, наш регион станет еще более ухоженным. Ну а мы, конечно, продолжаем нашу замечательную программу. И далее у нас погода. Что ж, сегодня приготовила погода для брещан. Смотрим. 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 Еще раз доброе утро. Это программа «Утренний эспрессо». И сейчас мы хотели бы вам предложить окунуться слегка в историю нашего региона. На самом деле мы живем в уникальном историческом месте с потрясающей природой. И более того, о брещанах упоминали еще древние греки. Даже легенда такая с этим связанная существует. Вот, например, Андрей, слышал ли ты метафору «Море Геродота»? Да, была такая ситуация. На самом деле это очень красивая легенда. Говорят, что в пятом веке до нашей эры Геродот побывал на Полесье и увидел большую воду. Это была Припять, которая примерно раз в 10 лет очень сильно разливается. Вот и получилось то самое море Геродота. Припятское. Да. Ну, это все, конечно же, легенды, ушедшие в историю. А вот чем действительно запомнился сегодняшний день в ленте событий, расскажет наша следующая рубрика. На календаре 19 апреля. И вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. 1881-й. На свет появился историк, политический и общественный деятель Всеволод Игнатовский. Инициатор создания «Инбилл-культа». Сыграл важную роль в проведении политики белорусизации. Автор книги «Краткий отчерк истории Беларуси». 1919-й. Вильна правительством литовского белорусской СССР в связи с нападением польских войск и тяжелым военным положением был создан Совет обороны Литвы и Беларуси. Он сконцентрировал всю государственную и военную власть. 1919-й. Родился участник Великой Отечественной войны Михаил Быковский. Отличился при форсировании Днепра южнее Лоева. Батальон под его командованием в течение трех суток отразил 19 контратак, превосходящих сил противника. Герой Советского Союза. 1927-й. Основан Белорусский симфонический оркестр. Его организацию поручили известному скрипачу и дирижеру Аркадию Бессмертному. В 1937-м вошел в состав Белорусской государственной филармонии. Сегодня это ведущий музыкальный коллектив страны. 1971-й. С космодрома Байконур запущена первая в мире орбитальная научная станция «Солюн-1». Назначение нового типа космического аппарата заключалось в проведении комплексных исследований в условиях продолжительного полета. Мы собрались ради одного, чтобы вы рассказали о том, о чем не можете дома. Пап, нет, 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 нет. Вот ордер на арест. Я один не выложил. Начинаю терять надежду. Сначала бабки, а потом власть. Если ты к детям лезешь, это мое дело. Скорее бы увидеть, парни, как вы покоряете вершину. Да! Барьендаш его выпускает. 30, теперь в центре поля снимают. Лови! Спортивную драму «Плечом к плечу» смотрите в субботу, 20 апреля в 20.45 на Беларусь-4 Брест. Теперь все круто. Представляете? Когда маленькие зернышки становятся всходами, а всходы урожаем, это не только чудо природы, но и рук человеческих. Агромир. Телепрограмма о людях, которые создают рукотворные чудеса. Каждую среду, 19.50 на телеканале Беларусь-4. Думал, не переживу. Ну не может этого быть. Тебя, милюма. Ну чёрт. Можно не нравиться? Ссорище. Понял? Я накормлю тебя. Не блин! Ну как так можно? Я знаю. Не, ну мало ли. Ну может он коллегу подвёз. Ну сумка и сумка. Не выбью. Продолжаем. Смешно. Может не будем мешать? А очередь есть? Почему такие вопросы? Ты Шерлок Холмс. Детективный сериал «Скелет в шкафу». Смотрите по будням в 21.00 на Беларусь-4, Брест. И точка. Доброе утро, наши дорогие телезрители Первого региона. Сегодня 19 апреля, пятница. А это значит, что традиционно каждую пятницу мы делимся новостями нашего Брестского региона с минскими коллегами. Нам это нравится, правда? Это всегда приятно на всю республику рассказать, что же было интересного-то на Брещене, какими новостями полнится наша Брещена. А самое главное, приятно делиться этим. Тем более, к пятнице всегда собирается несколько новостей. Палагин уже на связи с нами. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Брест. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, я просто не могу не начать с этого вопроса. Мне кажется, Брест сейчас живет хоккеем, но в послевкусии должно было остаться. В событии грандиозный финал Кубка Президента Брест занял второе место, но это серебро, но с таким отливом золота. Во-первых, мы вас поздравляем. Спасибо огромное. Мы очень действительно рады. Все Брещане рады. И несмотря на то, что, может быть, не получилось занять первое место, хотя очень всем хотелось, но все-таки все очень довольны и серебром тоже. Самое главное, мы создали прецедент. Все, теперь в следующий раз уже духом сильнее. Ну, планы у нас большие на самом-то деле на следующий год, поэтому имейте в виду. Но это однозначно. Сейчас все только об этом и говорят, что в следующем году к Бресту будет повышенное внимание, повышенные от Бреста будут ожидания. Но сейчас, как сейчас живут хоккеисты? Может быть, есть какая-то информация? Как они отдыхают, как они отмечают? Что-то слышали, видели? Ну, на самом деле, хоккеисты просто бродят по городу, люди с ними начинают общаться, фотографироваться. Благодарить за такой прекрасный праздник хоккея, который они привезли в Брест. Ну и, конечно же, ажиотаж, я думаю, что вы знаете, был небывалый на матчах у Бреста. Это даже под кинотеатр, по-моему, отдельно отводили площадку для того, чтобы вместить всех болельщиков и, собственно, протранслировать этот хоккей по Бресту. Я, как человек, который немножко далек от хоккея, представляю себе хоккеистов, как их распознать по городу. Ой, очень легко, очень легко. Они ни в коньках, ни с клюшками, но они очень высокие, красивые, с красивыми прическами, как правило. Видно знать, правда? Да, есть еще одна отличительная особенность, но об этом мы упоминать не будем. Так, хорошо, значит, будем спрашивать об этом за кадром. Коллеги, ну а теперь давайте перейдем к вашим остальным новостям. Расскажите нам, что произошло интересного Бреста за эту неделю. Наша первая новость. В Пружанах, возле памятника летчикам 33-го истребительного авиаполка, встретившем начало Великой Отечественной войны в небе Брещены, заложили аллею памяти. Сделать свой населенный пункт еще краше и зеленее предложили работники местного лесхоза. Патриотическую и экологическую инициативу приурочили к проводимой в республике акции «Одновим лесы разом». К ней подключились представители Респолкома, молодежь также. На что любопытно, интерес к озеленению города проявили даже самые маленькие экологи из дошкольного лесничества при детском саде номер 3. Вот они, какие красавцы поливают деревья. Здорово, да? Друзья, это самое милое видео, которое мы видели только в течение сегодняшней программы. Слушайте, классная акция, мы об этом рассказываем. Вся страна на самом деле присоединилась. И здорово, что мы как бы и помним о том, что происходило на наших землях 80 лет назад. И продолжаем за этими землями так ухаживать, чтобы они цвели, пахли, в общем, колосились. В общем, оценили акцию. Мы идем дальше и слушаем вашу следующую новость. Вторая наша новость отправит нас всех в Пинск. Потому что именно там, в музее Белорусского Полесья, работает уникальная выставка живописи, акварели и графики. Новое, старое. Около 60 произведений созданы как белорусскими, так и зарубежными художниками в период с 18 века до наших дней. Здесь и изысканность форм с предельным вниманием к деталям, и европейский инфантилизм, и русский авангард прошлого века. Ну, отдельного внимания заслуживают работы, относящиеся к театральной живописи. Оригинальные творения предоставлены из частного собрания уроженца Пинска. И, кстати, многие показаны в Белоруссии впервые. А вот познакомиться с экспозицией можно до 11 мая. Так что добро пожаловать все в Пинск. Ой, Пинск удивительный город, такой красивый, такой уютный. Там есть такие чудесные достопримечательности. Можно и город посмотреть, прогуляться по красивым улочкам и заодно посетить выставку. Переходим к вашим следующим. Да, тем более, что мы знаем, что вы нас не только в Пинск сегодня приглашаете. Да, да, да. Все верно. Переходим к третьей новости. Микошевичи уже сейчас готовятся к главному празднику аграрии в Брестской области – Дожжинком. Традиционное приготовление охватили буквально все сферы – от модернизации и благоустройства дорог до капремонта зданий. Вскоре преобразится главное городское медучреждение, а также детский сад номер два. Кроме этого, ремонт коснется библиотеки, центра детского творчества и дворца культуры «Гранит». Однако, самая затратная часть – модернизация и ремонт улиц и подъездов к двум микрорайонам индивидуальной застройки. Но мы с этим справимся обязательно. Друзья, пока вы рассказывали эту новость, мы с Катериной даже посмотрели в календаре. Неужели уже скоро Дожинки, да? Не успеем оглянуться и будем все встречаться в Микошевичах. В общем, в сентябре, да, назначаем там встречу. Коллеги, о чем будет ваш сюжет? Сделаем небольшой анонс до нашего сюжета. В Брестской области стартовала творческая эстафета «Цветы Великой Победы». Маршрут памяти и благодарности ветеранам начался с Березовского района. Все остальные детали у наших корреспондентов. Коллеги? Кристина, Андрей, спасибо большое за ваши новости. Спасибо, что подключились к нашему прямому эфиру. Передавайте Бресту наш теплый привет и до встречи через неделю. До встречи, коллеги. Спасибо, взаимно. Ну что, Андрей, я также предлагаю посмотреть сюжет наших коллег, да, и узнать все подробности эстафеты «Цветы Великой Победы». Смотрим. Зеленый дом с номером 46 в деревне Большие Лисковичи знает каждый ее житель. Здесь живет Николай Пуховский, который в годы Великой Отечественной войны 14-летним мальчишкой защищал родную землю в рядах партизанского отряда. А сразу после победы стал восстанавливать мирную жизнь в родной деревне. Его золотыми руками построена большая часть домов. Поблагодарить и поздравить достойного сына Беларуси. В юбилейный год освобождения страны к Николаю Ивановичу приехал молодежный десант творческой эстафеты «Цветы Великой Победы». Самая важная цель, наверное, это сохранять историческую память, конечно же, почтить наших освободителей, воинов-освободителей, которые 80 лет сделали нашу страну независимой. Ну и самое главное, чтобы молодежь действительно воспитывалась в духе патриотизма, любви к родине. Молодое поколение Брещины порадовало ветерана Великой Отечественной не только словами благодарности и подарками, но и импровизированным концертом. Особенно трогательно звучали песни военных лет под аккомпанемент скрипки. Спасибо вам за все, что приехали и отвидели стариков этих. В рамках творческой эстафеты «Цветы Великой Победы» ее участники побывали и в средней школе номер 2 города Березы. Там перед учащимися выступил вокально-инструментальный ансамбль «Орлы над Богом». Военнослужащие исполнили патриотические песни. «Никто кроме нас не выдержит этот воздушный десант на самом районе». Концертную программу продолжил открытый диалог. Интересующие молодое поколение вопросы затрагивали все сферы жизни. От возможности попасть на экскурсию в 38-ю бригаду, до службы в рядах вооруженных сил и реализации на практике собственных проектов. Спикеры слушали абсолютно всех, открыто отвечали на все вопросы и даже иногда шутили. Здорово, что творческая эстафета «Цветы Великой Победы» стартует с нашего Березовского района. Надеюсь, что каждый задумается о важном, вспомнит своих бабушек и дедушек. Завершающей точкой маршрута по Березовскому району для участников творческой эстафеты стал Белоозерск. Здесь у памятника погибшим воинам был организован митинг памяти и возложение цветов в дань уважения павшим героям. В целом в Брестской области акция «Цветы Великой Победы» пройдет в 11 районах. Доброе утро еще раз. Совсем недавно в эфире мы говорили о том, что в Бресте и Барановичах проводятся кастинги, где набирают молодежь для съемок в фильме «Крепость» в рамках проекта «Киноуроки в школах России и мира». И вот, роли уже утверждены, съемочная команда готова приступить к работе. 21 и 22 апреля съемки пройдут в Барановичах, а 23 и 24 переместятся в Брест. По сценарию фильма действия будут разворачиваться в одной из школ Барановичей и продолжатся на полигоне Брестский в Бресте. А еще в кадре появится мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и «Брестская пешеходная улица Советская». Так что, если на следующей неделе, во вторник, ну или среду, на Советской видите людей с камерами, не удивляйтесь. Лучше удивитесь тому, что для вас приготовил сегодня наш лунный календарь. Следуйте его рекомендациям, и тогда день служится как надо. Фаза Луны, вторая четверть, Луна растущая. Символ дня – кувшинка. Период возрождения. Многие получат знак, что пора действовать. Идеальное время для смены работы и переезда. Трепетные чувства сменятся скукой и разочарованиями. Голос сердца в эти сутки молчит. Не дайте принизить собственные заслуги. Говорите в открытую о том, что вам действительно нужно. Рожденные в этот день способны подолгу заниматься самыми скучными вещами, на которые у других, скорее всего, не хватит терпения. Их вера в светлое будущее непоколебима. Любая боль ослабнет или вовсе пройдет. Зато могут устать глаза от постоянного напряжения. Не искушайте судьбу, одеваясь не по погоде. Можно сеять пряные травы. Обработайте кустарники против вредителей, настоем трав или биопрепаратами. Допустимо проводить прививку яблонь и косточковых культур. Многие надежды будут разрушены только из-за завышенных ожиданий. 20-30 минут одиночества помогут почувствовать себя лучше. Ищите баланс между личным временем и социальными обязательствами. Да, действительно, школу мы закончили давно, но до сих пор мне помнятся школьные уроки, перемены, учителя. Двойки за невыученную историю, да? Нет, отнюдь. У меня такого не было. А на самом-то деле, по поводу уроков, особенно любил историю Беларуси. И мне особенно интересна была тема Великой Отечественной войны. Ну, на самом деле, следующая рубрика, Андрей, тебе понравится, как и каждому нашему телезрителю. Потому что каждую пятницу на телеканале «Беларусь-4 Брест» мы смотрим выпуск рубрики «Брещено-партизанское». И вот прямо сейчас готовы делиться информацией о Брестском аэродроме. Ступая в ряды партизан, присягаю не сложить оружие до тех пор, пока Беларусь не будет освобождена от захватчиков. Партизанская клятва, не раз подтвержденная боевыми делами. Страница истории народной борьбы с фашизмом в проекте «Брещено-партизанское». Август 1943 года. Деревня Сварень, 24 километрах южнее Дрогичина, место дислокации штаба Брестского партизанского соединения и более 10 отрядов. Данная территория с запада на восток также прикрывалась крупными силами партизан. И с целью ее усиления командир штаба полковник Сергей Сикорский приказал отрядам имени Щерса и имени Котовского передислоцироваться. Причина – появление аэродрома для установления связи с Большой землей. Жители окрестных деревень приняли активное участие в помощи партизанам и почти за три недели был создан этот партизанский аэродром. Почти 500 человек участвовало в постройке аэродрома. Это были жители окрестных деревень – Сварыни, Горавицы, Радостово. Все оказывали всеобщую помощь. Сварыни суждено было стать тем селом, откуда подпольный обком партии и штаб соединения поддерживали постоянную связь с Москвой, с центральным белорусским штабами партизанского движения. Деревню даже стали называть второй Москвой. Партизанским отрядом через Сварынинский аэродром было доставлено большое количество грузов. Только для нанесения массированных ударов по железной дороге этот аэродром получил 20 тонн боеприпасов и взрывчатки и около 800 единиц стрелкового оружия. Гитлеровцы не раз стремились уничтожить партизанский аэродром. Особенно сильные бои были в начале февраля 1944 года. Фашисты пробовали прорваться к аэродрому через Днепробухский канал. Все попытки оккупантов захватить аэродром провалились. Когда наладились регулярные посадки самолетов с большой земли на партизанский аэродром в Сварыни, потребовался специальный человек, который бы отвечал за прием грузов, доставленных из Москвы. Эти обязанности полковник Сикорский возложил на командира комендантского взвода старейшего партизана отряда имени Котовского Григория Белякова. А самим аэродромом в целом руководил командир партизанского отряда имени Щерса Виктор Гужевский. В первую очередь привозили медикаменты, оружие, боеприпасы, печатную продукцию. А обратными рельсами вывозили больных, раненых, детей, которые остались без родителей. Дело в том, что еще в деревне Сварыни находился партизанский госпиталь. И здесь он размещался в обычных крестьянских избах. Аэродромная команда в районе Сварыни поддерживала лесную посадочную площадку в постоянной готовности к встрече самолетов. Помощь с большой земли нужна была не только оружием и боеприпасами. Еще больше нуждались в ней раненые, находившиеся в партизанском госпитале деревни Сварынь. Сегодня на месте Сварыньского аэродрома ровное поле, на котором до сих пор сильно утрамбована земля. Аэродром перестал существовать в 1944 году по завершении освобождения Беларуси. Но деревню, где размещался госпиталь, в самом конце войны постигла участь Хатыни. В ходе карательной операции немцы расстреляли жителей Сварыни, а само село сожгли. Но оно возродилось и продолжает жить, как и память о партизанах Драгичинского края. Они выливали бок о бок, делили удачи и неудачи, но никогда не делили родину одну на всех, как общую победу. Знать свою историю и происхождение крайне важно для каждого из нас. Вот, Кристин, хотела тебя поинтересоваться, а ты знаешь, как на белорусском языке звучит слово «происхождение»? В итоге! Действительно, именно так. Я знаю, почему Андрей об этом заговорил. Он наверняка хотел сказать о культурно-спортивном фестивале «В итоге Крок до Олимпу», да? Тем более, что в 2024 году проект посетит наши пружаны с 6 по 8 июня. Так что делаем пометку в календаре. Там с 6 по 8 июня фестиваль в «В итоге». Уверен, будет ярко, мощно и события запомнятся надолго. Кстати, в прошлом году я был в «Барановичах». Ну, потрясающие мероприятия, честно. Уверена, что в пружанах в этом году будет еще лучше. Но пока предлагаю немножко подготовиться к этому мероприятию и к другим, и подключиться к фитнес-минутке в нашей программе. Доброе утро! Меня зовут Татьяна. И сегодня мы с вами будем дышать. Сегодня попеременно правой и левой ноздрёй. Приготовьтесь. Сядьте удобно, выпрямите спину и расправьте свои плечи. Нам понадобится наша правая рука. Ну, возможно, левая, если вы левша. Два пальчика, указательные и средние, складываем вместе и приложим к области межбровья. Большой пальчик и безымянный будут попеременно замыкать правую и левую ноздрёй. Итак, если вдруг вам вот это положение неудобно, то просто перемыкаем большим и, например, указательным пальчиком правую и левую ноздрёй. Приготовьтесь. Сделайте вдох. Сделайте расслабленный выдох. Очередной вдох. И закройте правую ноздрёй. Сделайте выдох только через левую. Сделайте вдох левой. Закройте её. И выдохните через правую. Вдох правой. Закрываем. Выдох через левую. Вдох левой. Закрываем. Выдох через правую. Вдох правой. Выдох через левую. Вдох левой. закрываем выдох через правую еще один вдох правой закрываем выдох через левую вдох левой закрываем выдох через правую вдох правой закрываем выдыхаем через левую вдыхаем левой и выдыхаем через правую отлично еще вдох закрываем выдыхаем через левую вдох левой и выдох правой закончите дыхание опустите руку вниз для свободный вдох расслабленный глубокий выдох еще один вдох и выдох я вам желаю хорошего дня доброе утро улыбнитесь хочу пожелать своему городу самого солнечного утречка потому что у нас сегодня на дворе солнечно всегда хочу чтобы и в душе у каждого брещанина было такое радостное настроение доброе утро драгича желаю всем хорошего настроения доброе утро брест доброе утро пелище хочу пожелать вам терпения достигать своих целей и успеха во всех своих начинаниях пресс желаю вам хорошего дня доброе утро без всех брещан с добрым утром желаю всем позитивного дня и хорошего настроения доброе утро доезд просыпаемся доброе утро брест доброе утро брест доброе утро брестский регион сегодня пятница 19 апреля пятница это день когда мы строим планы на все будущие выходные но кто-то строит планы на выходные а кто-то на всю будущую жизнь например наши абитуриенты и старшие школьники самый популярный запрос среди них как мне выбрать будущую профессию и не ошибиться знаешь а ведь существует специализированный сайт для абитуриентов абитуриент кропка by который дополнен онлайн платформой профориентационной поддержки профитест разработанный специально чтобы помочь определиться с выбором профитест включает комплекс тестов по профориентации он может оценить профессиональные склонности предпочтения и поможет абитуриенту определиться со сферой профессиональной деятельности в будущем я кстати этот тест прошла у меня все совпало так что я на своем месте про себя говорить не буду а вот богдан завируха никаких тестов не сдавал но тоже находится на своем месте так что далее в нашей программе богдан завируха и его неподражаемый нейропрогноз смотрим здравствуйте мои телепатические вот уж не ожидал что собственными глазами увижу доказательства существования этого совершенно не научного явления пораженный нейропрогноз на пятницу 19 апреля в городах каменец и береза плюс 9 в малорите плюс 10 в барановичах плюс 8 облачно с прояснениями возможной осадки недавно стал свидетелем удивительного диалога который состоял всего лишь из нескольких слов ну как пойдет понял и ведь эти двое действительно поняли друг друга а я так и не сообразил что это было и куда оно должно отправиться так возникли первые подозрения что часть информации передается мысленно в егоцевичах пинске и лунинце плюс 9 в кобрине плюс 10 облачно с прояснениями ожидаются осадки думал что меня сложно удивить но у вас это получилось утром не успел открыть рот а мои мысли уже были прочитаны и серия ответов на незаданные вопросы не заставила себя ждать и тебе добрые дела в порядке зонт в сумке от кофе не откажусь со сливками пожалуйста в столе не плюс 8 дороги чине и пружанах плюс 9 в бресте плюс 10 облачно с прояснениями возможны осадки я недолго тренировался но готов рискнуть сейчас попробую принять ваши телепатические сигналы угадываю смутные образы подушки теплого песка и легких волн да точно кто-то спит и видит что он уже в отпуске не буду возвращать в суровую реальность пусть человек еще помечтает с вами был заботливый богдан завируха удачных выходных увидимся ну что ж мы снова в студии вот на какую философскую тему захотелось порассуждать наверное каждый человек ищет свою вторую половинку до так сказать того человека с которым было бы легко общаться и кажется что сегодня это немножко проще чем скажем 100 лет назад ты знаешь я тоже так думаю гораздо проще ведь у нас есть интернет под рукой всегда с другой стороны мы часто посещаем общественные места ну а впрочем мне кажется мы гораздо легче знакомиться с другими новыми людьми чем раньше ты делали на шприц знаешь оказывается не все так очевидно потому что в начале прошлого века существовал тренд на брачное объявление сейчас такого нет почти почти как сегодня но только не в интернете а в газетах способ этот пришел в германии англии где такой путь знакомства и заключение брака считали весьма удобным кстати в 1906 году и в москве появилась первая и самая популярная брачная газета которая выходила по всей стране вот я читал например об этом ну вот так вот открываешь газету а там молодой мужчина с приличным состоянием ищет образованную барышню для приятного общения как очень интересно конечно таких объявлений в современной прессе мы уже не найдем но с другой стороны далее в обзоре можем посмотреть о чем же сегодня пишет пресса первого региона на территории пинского района прошел трехдневный республиканский семинар поисково спасательной службы мчс мероприятие стартовало с изучения теоретических вопросов затем спасатели приступили к практической части они отрабатывали технику проведения поисково спасательных работ природных экосистемах а также аварийно спасательных методами промышленного альпинизма делится еженедельник музее белорусского полесья работает выставка живописи акварели и графики новое старое и частного собрания николая дудко он привез землякам около 60 художественных произведений созданных в период с 18 века до наших дней о том работы каких художников представлены и какие направления изобразительного искусства они демонстрируют пишет пинский вестник городском этапе республиканского конкурса семья 2024 победила чита анрея и юлии насинья не воспитывается четверо детей илья константин матфей и младшенькая марианна о том как пора познакомилась чем увлекается ребята какая атмосфера царит в доме читайте в свежем выпуске издания 27 марта в навицковичах состоялся сельский сход во время которого население подняло вопрос о закрытии магазина тогда власти пообещали что сделают все возможное для решения проблемы пообещав сделали и очень быстро минувший понедельник обновленный торговый объект вновь распахнул свои двери для покупателей как это было читайте в номере новинками нетшины за 20 апреля 20 полевский кросс прошел в иваново это открытый кубок бреска области по легкоатлетическому кроссу за звание самого быстрого спортсмены соревновались в четырех группах всего по оценкам организаторов более 600 атлетов вышли на старты об этом рассказывает яновский край о чем прочитать узнайте из обзора прессы утреннего эспресса переговоры сорвались вы из госдепартамента без нее мы не работаем заложник какие у вас дальнейшие планы ты влепла по уши я хотела уточнить одну деталь и лучше не выходить на улицу пока и ты сможешь узнать то что мы оба хотим узнать преступница связанная с террористами драма нокаут смотрите в воскресенье 21 апреля в 2045 на беларусь 4 брест чарт кроме прочих дат сегодня 19 апреля отмечается еще день переходящей улыбки как думаете какие знаки зодиака самые улыбчивые но астрологи выделяют стрельцов раков это я водолеев и близнецов именно эти люди традиционно считаются самыми улыбчивыми ну почти душа компании верю гороскоп конечно не врет а значит пришла пора узнать звездный прогноз на сегодняшний день для каждого знака зодиака смотрим овен не лучший момент для споров вы конечно не проиграете но от истины окажетесь далеко лучше сдержать свою спесь так как можно приумножить свои проблемы телец хороший день для того чтобы делегировать обязанности которые вам не по душе погрузитесь в одно дело с головой не гонитесь за двумя зайцами иначе как в пословице ни одного не поймаете близнецы вами будут руководить эмоции а потому очень важно чтобы они были исключительно положительными абстрагируйтесь от плохих новостей рак вы сможете не только обнаружить себе новый талант но и продемонстрировать его другим велики шансы получить приятный бонус за то что делали совершенно бескорыстно лев пора избавиться от чего-то ненужного проведите ревизию контактов в телефоне или устаревших идей планеты рекомендуют присмотреться к окружению дева проведите время в заботах о самом дорогом человеке в жизни о себе сходите в баню на массаж или просто побалуйте себя чем-то приятным вы увидите какой заряд энергии получите после весы самое время позвонить старым друзьям и устроить приятную встречу такое общение не просто зарядит оптимизмом но и подарит весьма перспективные идеи скорпион предстоит налаживать связи и контакты звезды организуют удачное стечение обстоятельств вы будете мастерами слова и сумеете убедить своих собеседников в чем угодно стрелец важно в этот день оказать окружающим посильную помощь если они просят отбросьте мысли по поводу смены работы если они появляются лучше отдохните и отвлекитесь козерог одно очень приятное событие поможет убедиться что вы на верном пути принимайте подарки судьбы с уверенностью в том что все лучшее только начинается водолей светила советуют сделать дополнительные запасы для того чтобы вы были спокойны и уверены отложив даже символическую сумму в копилку почувствуете прилив сил рыбы предстоит хлопотать заручитесь поддержкой друзей или хороших знакомых не действуйте в одиночку тогда в любом деле будете иметь успех защита животных все больше приобретает актуальность в нашей стране какие законы содержания животных и как они работают в нашей стране мы сегодня пообщаемся с нашим гостем сегодня у нас гостях ирина амилинчук директор зоозащитного учреждения animal help доброе утро доброе утро ну что ж здесь принятием закона да наконец-то очень этому рады некоторые изменения будут вноситься да что из этих каких-то изменений нововведений вы считаете ключевым но сначала остановлюсь на то на важности этого закона а его важности говорить наличие преамбула преамбула она в далеко не в каждом законе существует она есть конституции то есть вы можете понять знаковость этого закона и до 1.01.2025 года нужно привести в соответствие все подзаконные акты ну это во первых кодексы гражданский административный уголовный кодекс кроме этого у нас есть основные правила содержание домашних животных 834 и вот эти правила нужно откорректировать что видится для зоозащитников на более важным это не ограничение численности о котором очень много говорилось то есть можно создать проблемы одной собака на сегодняшний день у нас можно быть может быть зарегистрировано только два животных но из двумя животными поверьте зоозащитники сталкиваются что они создают проблемы жильцам главное как говорила мария василевич это смещение акцента на ответственность на санитарные правила на то чтобы вы не мешали жильцам и вот это основной критерий и далее кроме ограничения численности там должен быть не отлов котов вот министерство финансов сказала о том что отлов котов не эффективен в 70 процентах то есть выезжает машина отлова и кота не застает и получается холостой выезд который забирает деньги бюджета кот это животное попробуй слове его да поэтому возникла такая идея не отлова котов и вот это два таких и регистрацию еще раз закрепили сми обычно ошибочно подает что законом введена регистрация регистрация она просто еще раз там закрепляется вот это вот основные вещи и положение об отлове 23 но тоже будет меняться но отлов собак остается до собаками сожалению у нас такая реальность собаки это более опасно да 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 поэтому нежели код здесь только через ответственность только через ответственность владельцев без выбрасывания с чипированием там только так мы можем снизить вот в законе прописанная регистрация вообще зачем нужна регистрация животных ну я небольшой совсем коротенький экскурс делаю вообще регистрация возникла с декрета совета народных комиссаров в двадцать восьмом году в молодой республике и это говорит о том что это очень важная опция для чего это было придумано вы наверное удивитесь эта борьба с бешенством это не то чтобы посчитать а это была борьба с бешенством следующий был нормативный документ постановление 199 по памяти говорю 80 года и там тоже ключевым моментом была борьба с бешенством и поэтому как этих животных надо же как-то их учесть через регистрацию вот поэтому регистрация имеет такое основное значение это как бы фундамент всей той надстройки которая потом идет до этом вопросе а при наличии обязательной регистрации многие защитники выступают параллельно за обязательное чипирование а это для чего в случае потери собаки что-то найти есть нет это далеко не единственная причина при регистрации это государственная процедура 17 7 она обязательная но к сожалению народ продолжает не знать оставаться в неведении насчет этой обязательной процедуры выдается регистрационный жетон и показывается прививка от бешенства почему это прослеживается это остается до наших дней а вот регистрационный жетон собака может потерять далее если хозяин хочет избавиться от собаки он просто-напросто снимет этот жетон и выкинет эту собаку в деревнях вообще никто не повесит этот жетон она котиков котику мешать он будет мешать он больше конечно по котика будет занимать жетон что такое сейчас все-таки 21 век чип это универсальная система идентификации его он не мешает животному легко считывается и мы уже точно знаем что васенька это васенька а там какой-то мурочка конечно вот для чего это делается раньше была практика когда на ушки клеймо оставили как татуировочка небольшая татуировочку в основном делали заводчики породистым я хочу сказать что у нас татуировка сейчас актуально мусороперерабатывающий завод участок временного содержания животных они проводят кастрацию и они наносят татушку это была наша совместная идея предлагала им идентифицировать чтобы потом во-первых второй раз не кастрировать это животное а во вторых чтобы понимать и мы находили на улице животных которых кастрировал и мы уже понимали что это животное все понятно мне вот идея возникла параллельно да что вот не все знают что надо зарегистрировать или забывают или еще но все обязательно обращаются к ветеринарам на прививки ну те которые мало-мальски ухаживают за своим сознательно да может быть как-то ветеринарное сообщество посодействовало бы и доктор ставя отметку о том что собака привита проверял у вас прекрасная идея вы просто опередили тот вопрос который будет надо с чипированием разобраться прекрасная да и и да и нужно осуществить вы не зарегистрировали вам надо ну вот и расскажите пожалуйста по поводу того каким образом сделать так чтобы все-таки закон заработал потому что сегодняшний день он только когда запускается и потихонечку начинает двигаться но все-таки не работает в полную силу он не работает в первую во первых потому что еще 0 1 0 1 25 нету во вторых вот эти все кодексы которые я называла они на сегодняшний день работают и вообще по всей стране наблюдается повышенная активность защитников если вы заметили все чаще и чаще привлекают за жестокое обращение с животными за нарушение правил содержания то есть закон добавит еще определенные механизмы которые позволят и введет новую ответственность которая отобразится опять таки в этих кодексах и будет стройная система в этом законодательстве мне кажется люди уже становятся чуть осознаннее ужасная история недавно читала про собачку с обрезанными ушами там родственница заявила на родственника о том что он поиздевался над собакой да то есть она уже не прошла мимо там образно да она пошла и такое сознательное поведение да да а вот расскажите кстати говоря по поводу истории вот собачка которая уехала в берлин которые у нее были проблемы очень серьезные со здоровьем и сделали уникальную операцию здесь беларуси да у этой собачки интересная история достаточно поздним вечером ко мне просто в чат написала женщина о том что в магазин пришла собачка и сбросила фотография по фотографии говорю это же беременная большая собака нет это щенок с таким раздутым животом и он этот щеночек был сошельником мы думали что это хозяин кстати говоря есть вот на экране мы думали что хозяин найдется и для того чтобы не потерять эту собачку оставили ее в стационаре клинике радушный лекарь вот и оказалось что врач этого радушного лекара осматривал и обнаружил очень врожденный редкий синдром такая собака она вообще уникально почему значит нам порекомендовал воеводин максим аркадий аркадьевич обследовать собаку в минске и выяснилось что такие операции делают только в минске в петербурге у нас вообще в стране не производили но нашлась клиника нашелся хирург который сделал эту уникальную единственную стране операцию и у собачки вот если вы видели там огромный живот сейчас жидкость перестала поступать у нее аорта соединялась с веной и получалось повышенное давление к ней и поэтому вся жидкость она уходила в живот была удалена дефект дефектная часть печени и собачка чувствует себя нормально хорошо я и сделала необходимые прививки вот сделала паспорт международный на нее обратили внимание международные зоозащитники и нашли и семью вот и она совершенно недавно уехала туда и сейчас она изучает немецкий язык у нее есть определенная барьер языком не да не определенные сложности возникать как у каждого ну слушай ну вот посмотрите да одно маленькое сообщение в чат по сути изменила жизнь собаки которая и людей что не надеялась правда она была просто ничья она была обречена она была обречена и здесь получается в течение там нескольких недель вопрос решается так она здорово и делают операцию находит хозяев и она кстати говоря вот у нас есть даже видео как собачка выглядит уже после операции так чтобы на что и зрители тоже прочувствовали и видели непосредственно до и после операции как она хочет да 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 вот она собственно гуляет ну посмотри совсем другой пёс стройная какая да там действительно такая кругленькая там был один ходячий животик один ходящий животик но вот на этом видео это вот сколько она уже после операции это практически месяц месяц прошел после операции в строю и настолько ювелирный шов что его не видно практически не даром же говорят что заживает как на собак ну да 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 видно там пузик еще такой бритый не отросший видно там где делали наркоз квадратик выстрижен сверху вот если вот сейчас вот видно прекрасно на солнце этот квадратик сверху да целом как это совсем другой животное здоровое совсем новенькая собачка ясно большое вам спасибо за утреннюю встречу на самом деле вы занимаетесь благим делом хочется пожелать вам мы не только удачи но и наверное успеха в первую очередь потому что именно с вашей помощью такие замечательные животные они все-таки продолжают свою жизнь не ведя ее так как до этого момента а вот уже совершенно по-новому и вот есть у нас уникальный шанс обратиться к нашим телезрителям у нас закон принят об ответственном обращении с животными пожалуйста недаром же говорили что будь в ответе за кого-то кого за того кого-то приручил будьте ответственным на каждом этапе на этапе заведения животного на том этапе когда она у вас есть когда она заболела когда она стала пожилым пожалуйста будьте людьми спасибо огромное мне кажется всем недавно мы только говорили об этом законе и вот уже дело но практически сделано что это это упорство и вера да огромное спасибо за ваш труд и работу но мы напомним что сегодня в гостях у нас была ирина амилинчук директор зоозащитного учреждения animal help далее в программе нейропрогноз от богдана заверухи не переключайтесь а Субтитры создавал DimaTorzok Мы снова в студии прямого эфира. Кристина Милищенко, Андрей Палагин. И сейчас я назову вам ряд мест, а вы попробуйте отгадать, где они находятся. Готово? Готово. Вот слушай. Королевский мавзолей Мавритании. Да. Собор Африканской Богоматери. Что-нибудь знаешь о них? Ну, Собор Африканской Богоматери. Что-то знакомое, потому что есть. Я все понял. Тогда ты узнаешь много нового. Ведь, что я перечислил, это достопримечательности Алжира. Все, я поняла, почему ты об этом заговорил. В ходе визита главы Министерства иностранных дел Беларуси в Алжир, стороны обсуждали возможность налаживания прямого авиасообщения между столицами двух наших государств. Ну вот, маршрут уже путешествий новый есть, а заодно и шаг к развитию экономики нашей страны. Но вот об этом более точно расскажет рубрика «Экономикс» далее в нашей программе. Более 850 тысяч белорусских рублей выделили из местного бюджета на текущий ремонт фасада здания Кобринской центральной районной больницы. Работы запланированы на май. Сейчас в учреждении переоснащают отделения. Кислородное оборудование, в каждую палату выведены кислородные точки. Все это сделано новое. Клапаны поставлены для подключения оборудования современного. Частично заменены кровати. По коридору установлены поручни. Приобретение нового компьютерного томографа профинансировало Министерство здравоохранения. А вот кабинет под него модернизировали на средства из местного бюджета. Кстати, на комплексную реновацию левого крыла и операционного блока деньги также выделил район. Порядка 400 тысяч белорусских рублей. Уже успели заменить все окна и двери. Ведутся облицовочные работы. Подрядчик обещает выполнить все до заявленного срока – конца июня. С июля пенсии и пособия в Минске, областных и районных центрах будут выплачиваться только в банке. Это предусмотрено обновленным законодательством, передает Белта. Есть и исключения. Это люди старше 70 лет, инвалиды первой и второй группы. Это же касается и семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет и тех, кто проживает в сельской местности. Остальным до 10 июня необходимо открыть базовый счет в выбранном банке и одновременно заполнить заявление о перечислении туда пенсий или же пособия. Белорусская молочка получила сертификаты для поставок в Алжир. Об этом пишет Белта. На очереди – отечественная мясная продукция. Алжирский Минсельхозпрод передал проект по ее сертификации на рынок своей страны. Кроме этого, стороны обсудили двусторонние проекты в аграрной отрасли и сфере сельскохозяйственного машиностроения. Более предметно говорить о них и других направлениях сотрудничества будут на заседании совместной группы. Как сообщает информагентство, ее проведение запланировали на ближайшие месяцы. Все психологи, как один, утверждают, что ребенку в любом возрасте нужно предоставить некую долю самостоятельности. Но что это такое и где границы этого понятия? Наверное, самому собрать рюкзак в школу – вот это самостоятельность. А вот гулять допоздна одному – это уже не совсем. Но я точно знаю, у кого есть ответы на наши вопросы. Специалист в рубрике «Люди о людях» расскажет, как определить границы детской самостоятельности. Смотрим. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юлия. Очень часто слышу от знакомых молодых мам, хочу, чтобы мой ребенок рос самостоятельным. Что необходимо предпринимать родителям в таком случае? Одна из самых главных целей родительства – это как раз-таки воспитать самостоятельного ребенка, который в будущем без вашей помощи может полноценно жить, развиваться, быть счастливым. Но, естественно, с позиции родителей, родители знают больше, чем ребенок. Это логично. И очень часто я наблюдаю такую картину, когда родители хотят самостоятельности от ребенка, но ее не предоставляют ребенку. Почему? Ну, допустим, да. Давай-давай быстрее, мы там куда-то спешим. Давай я сделаю за тебя так, как ты делаешь это долго. Или я делаю это лучше. То есть не дают возможность ребенку сделать самостоятельно какие-то действия, да, вплоть до же одежды, каких-то уборки или еще что-то. Постоянно какая-то критика. И самое, что интересно, ребенок очень быстро понимает, что зачем мне прилагать усилия, если я все равно это сделаю не так хорошо, как хотела бы мама. И он просто складывает ручки и ничего не делает. Обратный эффект. Обратный эффект. Получается, мама хотела бы самостоятельности, но эту самостоятельность она ему не предоставляет. Кстати, есть исследования, они довольно-таки новые, о том, что мамы у детей с выученной беспомощностью в сравнении с мамами, где дети более самостоятельны, более погружены в воспитание. Оказался парадокс, да? Они уделяют больше внимания своему ребенку. Даже вплоть до того, что воспитание ребенка – это как цель жизни. Как отцы себя ведут в данной ситуации? Также есть исследования о том, что папы, дети, у которых имеют выученную беспомощность, как правило, не имеют, не очерчивают четких границ поведения ребенка, не дают какие-то обязательства, то есть обязанности по, не знаю, заправить кровать или еще что-то. То есть у детей таких нету. Не включают таких детей в общее дело семейное, да, что-то помочь. Также такие родители, казалось бы, да, парадокс, но более строгие. Им кажется, что строгое воспитание – как основа счастливого ребенка. Какие еще есть причины? Определенный негативный опыт бесконтрольной ситуации, то есть ребенок, где ребенок не может контролировать действие и результат, да, который получится. Также, возможно, ребенок очень часто просматривает какие-то видеоролики, где персонажи ведут себя беспомощно. Что важно родителям понимать в такой ситуации? В такой ситуации нужно понимать, что ребенку нужен опыт. И даже если он будет что-то делать очень долго, не настолько хорошо, как делаете это, ему нужно его приобрести этот опыт. Также учите ребенка тому, что если какие-то неудачи у него происходят, это не значит, что он какой-то не такой, да. Это учите ребенка находить выходы из сложившейся ситуации. Ну и финальная ваша рекомендация? Предоставьте ребенку свободу в том, как он может распланировать свой день. Ну и безусловная любовь к ребенку. Но очень четко понимать, что задача родителя – воспитать самостоятельного ребенка, а не ребенка, который будет полностью зависеть от вас по взрослой жизни. Спасибо большое, Ольга. Рада быть полезна. Уже завтра, в субботу, 20 апреля, многие белорусы проведут в труде на благо нашей страны. Республиканский субботник – это добровольная коллективная работа, направленная на выполнение общественно полезного труда. Как он будет проводиться и какие задачи перед ним ставятся, мы обсудим с нашим гостем. В гостях студии Олег Леонидович Дорогой, заместитель генерального директора по благоустройству, Брестское городское ЖКХ. Доброе утро, Олег Леонидович. Доброе утро. Начинает ты, я понимаю, что вопросов много, тем более, что они максимально актуальны. Олег Леонидович, субботник, как он будет проходить в этом году, уже завтра? Да, действительно, уже завтра стартует республиканский субботник. В нашем городе мы определили места, локации для проведения данных работ. Основными местами проведения работ по благоустройству на завтрашний день мы определили три. Это будет у нас Брестская крепость около Центра патриотического воспитания Кобринского укрепления. Будет порядка 300-350 человек в этой локации. Будут наводить порядок как в прибрежных зонах, в лесопосадке, так и в рамках строительства и развития Центра патриотического воспитания. Вторая локация, это будет у нас улица Московская, улица Медицинская. Это лесопосадка в районе нашей областной больницы. Там будет также трудиться порядка 350 людей. Может и больше, конечно, если нас посетят, может, желающие, которые увидят нас. И третья, основная локация, это будет у нас Красный двор. Это непосредственно мы, предприятиями ЖКХ, начинали эту работу в прошлом году. В этом году мы ее продолжим для того, чтобы Центр притяжения, который мы дальше, я думаю, обсудим, был у нас в приглядном виде. А первые две локации, это, я так понимаю, работники ЖКХ плюс организации? Или пока начинаете только своим составом? Нет, в любом случае, это, можно сказать, в каждой локации будут участвовать сотрудники ЖКХ. То есть организационные мероприятия, которые мы проводим, вывоз, в дальнейшем вывоз, уборка мусора, отходов, которые соберется за завтрашний день, это в любом случае будет произведиться специалистами ЖКХ. Отчасти мы будем в каждой локации, но свое место сосредотачиваем конкретно на направлении Красного двора и нашего Брестского моря. Ну вот давайте поговорим еще о момент, что все-таки многие белорусы будут завтра трудиться, но Вы же организация очень серьезная, у Вас идет месячник по благоустройству города. Я так понимаю, что те же локации, которые Вы уже обозначили, там уже много сделано до этого момента в рамках месячника. Что еще планируется сделать, что сделано? Ну, действительно, мы сделали за этот месяц очень много. То есть акция месячника благоустройства у нас стартовала 18 марта. Вот. И работы, и максимально локации, они были сосредоточены по всему городу. И в том числе и завтра будут более мелкие локации, сосредоточенные по всему городу. Их будет порядка 35, где будут сосредоточены где-то трудовые коллективы, которые непосредственно находятся территориально в местах вот этих проведения этих работ. Где-то жилищно-эксплуатационные службы, на дворовые территории мы в том числе будем заходить. Хотя мы уже действительно за месяц прошли немало дворовых территорий с комплексным подходом, с выполнением работ по ремонту малых архитектурных форм, по наведению порядка, обрезке деревьев, кустарников и других работ. Вот. Поэтому завтрашний день это просто продолжение, так сказать, массовое, сконцентрированное продолжение той ежедневной работы, которую мы проводим. Олег Леонидович, ведь ежегодно проводится вот какой-то субботник, после зимы мы к весне готовимся, к праздникам майским, да, 9 мая, к лету. Есть какие-то мероприятия, которые обязательны, которые из года в год. Ну, скажем, там, высадка цветов или вот подрезать деревья, как вы сказали, убрать траву. Есть ли в этом году что-то, может быть, новое, чего не делали в прошлом году? Ну, вы назвали это, так сказать, ежедневную нашу работу. Действительно, к мероприятиям мы усиливаемся, потому что в любом случае наш прекрасный город посещает очень много гостей. В этом году в любом случае будут, так сказать, изюминки в нашем городе. Но раскрыть их сегодня, я думаю, будет не совсем правильно. Это будут не те сюрпризы, которые, можно сказать, мы готовим. Но в любом случае вы увидите в нашем городе в текущем году что-то новое. Причем мы не концентрируем их на каком-то определенное время, там, на летний период. Нет, мы их уже готовим, но готовим, поверьте мне, что вплоть до мероприятий, которые у нас будут проводиться в преддверии даже Нового года. Они уже на сегодняшний день ведутся. Уже сегодня они полным ходом ведутся, действительно. Уже готовка идет. Вот как она. Вот если пообщаться по поводу локации более детально, если брать завтрашний субботник, Брестская крепость. Вы говорите, приближные территории будет обработка, непосредственно работы там будут проводиться в одной из точек Брестской крепости. Я так понимаю, что вот это небольшое озерцо, когда въезжаешь на Кобринское укрепление, вот по левую сторону, там есть небольшое озерцо. Это вот именно там будет происходить? Ну, мы будем уходить от северных ворот на правый вал укрепления в сторону Кобринского укрепления. То есть от северных ворот вправо. То есть в сторону патриотического центра. То есть концентрируемся строительство и также благоустройство прилегающей территории. Ну, соответственно, Кобринское укрепление и все прилегающее до вала будут выполняться там работы. Если коснуться локации Красного двора, тем более, что вот у нас даже есть небольшой видеоряд, так чтобы люди понимали, что уже было там сделано и что будет делаться завтра. Да, действительно, Красный двор, именно если мы рассматриваем эту пляжную зону, то в прошлом году мы брали набережную, центральный пляж, выполняли там работы по наведению порядка и благоустройству его. В этом году мы, да, действительно сконцентрировались на наше Брестское море и Красный двор. То есть у нас на сегодняшний день там уже выполнена подготовка под асфальтирование, выставлены бортовые камни, созданы, так сказать, уже есть контуры по созданным парковочным местам. Также мы организовываем там площадку для развития торговли, для того, чтобы наши посетители данной зоны отдыха могли себя чувствовать комфортно и позволить себе, ну, некоторые перекусы и другие какие-то напитки те же, да. Из глобального и технического, я бы сказал, то, что мы туда подводим на сегодняшний день электроэнергию и водопровод, это большой проект, сложный, дорогостоящий, но очень необходимый для данной локации. То есть данное место у нас будет в любом случае этот пляж освещен, у нас будет подведена там питьевая вода, вот, и я думаю, что в скором времени мы увидим, как заиграет данная локация. За Красный двор вам отдельное спасибо, да. Из дикого пляжа в цивилизованный. Серьезно, дикого, но очень популярного, да. Очень популярно, действительно. Сколько людей туда вот ездило в прошлые годы, поэтому серьезно, за это отдельное спасибо. С нетерпением ждем, что же там получится в конечном варианте. Ну, вот силами вашей организации еще вот одна локация была, это лес возле областной больницы. Вы тоже занимались уборкой и благоустройством. У нас тоже есть видеокадры, так чтобы люди понимали, что вы сделали уже на протяжении месяца. Завтра что-то там будет происходить. Да, действительно, завтра вообще у нас очень такая глобальная задача. Мы хотим дойти до, вплоть до, можно сказать, Тельм. То есть мы идем вдоль, вот наше это М1, въезд в наш прекрасный любимый Брест. Вот, убираем дикорастущую порцель, инвазивные виды растений, приводим хорошие деревья в еще лучший приглядный вид, да. То есть погода и даже наша зима показала о том, что нужно быть готовым. То есть много поломанных ветвей было. Значит, мы его приводим в хорошее надлежащее состояние. Ближе к областной больнице мы проходим и остановочный пункт, который там есть, мы проходим, можно сказать, насквозь, до улицы Медицинской. Как обычные люди, жители города, активно подключаются? Как вот это простимулировать? Ну, на сегодняшний день там простых, так сказать, жителей не было. То есть там действительно работают специалисты. Да. Специалисты, которые имеют понятие о том, каким образом вырубать, каким образом работать с теми иными инструментами. А вот трудовые коллективы, которые принимают участие, это в основном крепкие мужчины, которые помогают выносить и грузить эти древесные отходы. Вот. Действительно, и женский коллектив, женские коллективы принимали там участие, не без них, конечно. Ну, более легкий труд был. Бутерброды с собой приносили. Ну, это одно из, наверное. Вот. Мы были открыты, и на сегодняшний день мы открыты принять любого горожанина нашего города, значит, для того, чтобы принять активное участие в наведении порядка без проблем. Если кто-то придет на любую локацию, которую я сегодня озвучил, либо они уже в курсе, как я сказал, более 35 локаций, которые будут более территориально ближе к ним, пожалуйста, приходите, обеспечим мы и инвентарем, и средствами индивидуальной защиты, и объемом работы. Да даже если просто во дворы люди стоят, да, и уберут дворовые территории. Просто даже элементарная инициатива будет поддержана, она должна быть, я считаю, поддержана нашими горожанами. То есть выйти просто во дворы и своими соседями, друзьями навести порядок около себя. Это дорогого стоит. Дорогого стоит. Ну, вот мы видим кадры непосредственно дворовых территорий, и тех людей, кто трудится уже на этих дворовых территориях. Надеемся, что завтра именно там будет гораздо больше людей. Все равно выделяются некие такие, как завсегдатые, да, кто уже раз попробовал, и он постоянно будет вот убирать, убирать, порядок наводить, и цветы высаживать, и кусты подстегать. В этом плане, мне кажется, белорусы вообще отличаются от любых других людей, потому что когда приезжаешь к себе, чисто, аккуратно, красиво, не чисто, взял, убрал. Вот такие ровненькие все, да, приятно смотреть. Ну вот масса интересных локаций. Скажите, в принципе, любой человек, который захотел бы присоединиться в любую из локаций, может смело приходить и, собственно, тоже вместе с вами наравне осуществлять и озеленение, наверное, вместе с тем помогать благоустройству города завтра. Конечно, действительно. Можно благоустройство, можно наведение порядка, даже какие-то минимальные, так сказать, свалки, которые, ну, у нас есть хорошие моменты, да, но однозначно есть какие-то и отрицательные. То есть, к сожалению, люди выбрасывают где-то и строительные отходы не в местах, которые... Где не положено. Да, да, да. Поэтому мы это все видим в нашем городе. Себе вот эти работы мы тоже наметили. В один день это сделать действительно невозможно. И помимо нашей ежедневной работы, говорю, мы сконцентрировали внимание даже вот этот месячник и завтрашний субботник, который мы проведем, в том числе по ликвидации неких таких вот свалок после... Опять же, да, наших же граждан, но только совместными усилиями мы сможем навести порядок в нашем прекрасном городе. Цветы уже начали высаживать в городе? Цветы на сегодняшний день раскипированные. Чуть теплее должно стать. Тюльпаны, я думаю, что наши тюльпаны все отметили. Погодные условия, которые позволили действительно им распуститься, все было хорошо. Но на сегодняшний день вы видите, что погодные условия у нас меняются. Как с одной стороны, начало апреля было прекрасное. Ну так уж есть в наших широтах. Да, так и на сегодняшний день температурные условия... Никуда не деться. Весне она все равно придет, все равно будет тепло. И каштаны распустятся. Да, конечно. Вот в этом году как-то радует теплом вообще весна. Я так понимаю, что работы по озеленению начались гораздо раньше. Да, действительно. Мы видим о том, что мы уже и производим покос травы. То есть погодные условия позволяют траве на сегодняшний день уже проснуться и полноценно расти. Поэтому мы опять же и в этом направлении уже принимаем меры. То есть апрель месяц, начало апреля, а мы уже начали покос. Так мне кажется, уже сирень даже отцвела, по-моему. Почти что. Сирень уже отцвела. То есть даже самые первые кустарники, которые у нас расцветают в городе, они уже на сегодняшний день отцветают. Отцветают. Да, да, да. Ну что ж, у вас есть возможность обратиться к горожанам. Пригласить их поучаствовать. Пригласить поучаствовать. Еще разок напомнить, что завтра у нас республиканский субботник. Действительно, я буду, и мы будем очень рады видеть всех граждан, которые придут на наведение порядка, либо хотя бы просто выйдут действительно в свой двор и примут активное участие по наведению порядка, выполнению каких-то работ. И чтобы мы совместными усилиями сделали наш город краше. Спасибо вам огромное, что пришли сегодня, рассказали. Огромная работа проделана, много еще впереди, но результат мы действительно видим. Огромное спасибо за ваш труд. Спасибо. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Олег Леонидович Дорогой, заместитель генерального директора по благоустройству предприятия Брестское городское ЖКХ. Ну а наш эфир продолжается. Еще больше интересной и полезной информации далее. Оставайтесь на Беларусь 4 Брест. На календаре 19 апреля и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. 1881-й на свет появился историк, политический и общественный деятель Всеволод Игнатовский. Инициатор создания Инвилл Культа. Сыграл важную роль в проведении политики беларусизации. Автор книги «Краткий очерк истории Беларуси». 1919-й в Вильно правительством Литовского Белорусской СССР в связи с нападением польских войск и тяжелым военным положением был создан Совет обороны Литвы и Беларуси. Он сконцентрировал всю государственную и военную власть. 1919-й родился участник Великой Отечественной войны Михаил Быковский. Отличился при форсировании Днепра южнее Лоева. Батальон под его командованием в течение трех суток отразил 19 контратак, превосходящих сил противника. Герой Советского Союза. 1927-й основан Белорусский симфонический оркестр. Его организацию поручили известному скрипачу и дирижеру Аркадию Бессмертному. В 1937-м вошел в состав Белорусской государственной филармонии. Сегодня это ведущий музыкальный коллектив страны. 1971-й с космодрома Байконур запущена первая в мире орбитальная научная станция «Солюн-1». Назначение нового типа космического аппарата заключалось в проведении комплексных исследований в условиях продолжительного полета. Ну вот если вернуться все-таки к школьной теме и самостоятельности школьников, вот какой перекус взять с собой в школу, яблоко или чипсы, это вот, или вообще ничего не брать, это самостоятельность или нет? Ну, знаешь, наверное, все же касательно перекусов взрослому нужно поучаствовать. И где-то чуть-чуть поднапомнить. Ну, а вообще промежуток между завтраком, обедом и ужином, конечно, большие эти промежутки. Чувство голоса – это стресс, голода – это стресс, поэтому перекусы должны быть обязательно. Ну, а галангал вот подойдет в качестве перекуса или нет? Ты сейчас на каком языке говорил? Я все понял. Ну, а на самом-то деле в следующей рубрике мы сможем узнать, что же такое галангал и научиться его правильно употреблять в пищу. Так что смотрим, будем здоровы! Галангал – многолетнее растение, родом с Юго-Восточной Азии, родственник имбиря. Свежий и высушенный корень растения внешне напоминает имбирь. По вкусу с острым перечным и легким цитрусовым оттенком, а по аромату немного похож на шафран. Этот продукт наделен витаминами А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, К и ПП. А также включает в себя полезные микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. Корень галангала помогает стимулировать пищеварение, избавляет от изжоги. Продукт обладает противовоспалительным и болеутоляющими свойствами, укрепляет иммунитет. Способствует снижению холестерина в крови, улучшает кровообращение, защищает от болезней сердечно-сосудистой системы. Улучшает работу головного мозга и предотвращает возникновение дегенеративных изменений в системе нейронов. Это растение – мощнейший антиоксидант. Содержащийся в клубнях галангал модулирует активность ферментов и подавляет токсичность многих опасных для человека веществ. Является одной из наиболее известных трав с антираковыми свойствами. Внимание! Несмотря на позитивное воздействие галангала на организм, есть противопоказания для приема. Наличие острых форм заболеваний пищеварения, выпячивания пищеварительного тракта, кровотечения и ожоги желудочно-кишечного тракта. Возникновение аллергии при повышении дозировки более 6 грамм в сутки. Нанесение масок. Корень используется в основном как пряность. Галангал очень замечательно сочетается с овощными закусками, рыбными и мясными блюдами, рисами, фасолью. Его добавляют даже в выпечку, восточные сладости, кондитерские изделия и медовые коржики. Используют для приготовления кваса. В замороженном виде корень хранится в течение полугода, а в высушенном – 1-2 года. Еще раз доброе утро, дорогие наши брещане и жители Первого региона. Это программа «Утренний эспрессо». Сегодня 19 апреля. Кристина Мельниченко, Андрей Палагин. И мы продолжаем делиться самыми полезными новостями. Ну вот, например, в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района прошла встреча работников учреждения образования, здравоохранения и представителя православной церкви. Это ж интересно, какие же темы могли обсуждаться такой коллегией. Уверен в одном – были, конечно, подняты крайне важные вопросы. Ну, предлагаю все подробности узнать из первоисточника. Наши коллеги-корреспонденты побывали на месте события. Дети, которые воспитываются в бесфункциональных семьях, где царствует, насаждается грех, где есть насилие, все прекрасно понимаете, что вырастают неполноценными личностями, которые в будущем не могут сформировать достойных граждан, которые будут реализовать важные и нужные функции государства. Дом без насилия – это тот, где царит любовь, понимание и детский смех. Однако часто сотрудникам внутренних дел, социальным работникам и врачам приходится сталкиваться совсем не с такими радужными историями. Вместо дружных посиделок за чаепитием, просмотров фильма или экранизации сказки – сомнительные дружки, выпивка, сигаретная дымка, от которой слезятся глаза, или токсичные абьюзивные отношения в семье. И самое страшное, когда в таком окружении растут дети. Именно поэтому на базе территориального центра социального обслуживания населения прошел круглый стол «Стоп насилия». Мы неутомимо собираем людей, которым тема насилия и работа с людьми, пострадавшими от насилия, не является пустым звуком. Мы готовы всегда помочь точечно семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, тем более, если кто-то пострадал от насилия. Очень часто к нам обращаются агрессоры, те, которые совершили уже насилие, но еще осознав это, понимают, что сами не могут остановиться, и им нужна помощь. И тогда мы включаемся в эту работу, и у нас есть уже даже положительный опыт в этой части. На встрече в рамках ежегодной республиканской акции «Дом без насилия» присутствовали социальные педагоги – это те, кто напрямую работают с детьми и подростками, семьями социального риска. Выступления спикеров врачей, представителей православной церкви и управления образованием не оставили без внимания участников беседы. По теме профилактики насилия в семье – это весьма очень актуальное мероприятие, так как здесь собрались педагоги социальные нашего Ленинского района, были приглашены представители медицины, территориального центра, ну и управление по образованию Ленинского района. Это те структуры, с которыми мы сотрудничаем при проведении данной профилактической работы. Очень важно организовать и проводить взаимодействие с этими структурами, помогать друг другу, обмениваться информацией. Учитывая учреждения здравоохранения, непосредственно детская поликлиника номер один, были довольно-таки случаи, но не так часто. Мы выявляем, мы сразу реагируем. Дети бывают разного возраста, начиная с 5-летнего возраста и заканчивая 15-летним возрастом. Но учитывая, что сейчас выявляется довольно-таки часто, именно не в учреждениях здравоохранения, потому что мы направлены больше на работу профилактическую и лечение. Поэтому работаем, активно работаем, но цифры именно по нашей поликлинике, они невысокие. На встрече большое внимание уделялось и созависимым отношениям, потому как помощь необходима и жертвам насилия, и самим агрессорам. Следует отметить, что насилие может быть не только физическое, но и психологическое. Все чаще в обществе можно встретить такие слова, как газлайтинг, абьюз, буллинг. Я возглавляю отдел по противодействию наркомании и алкоголизма Брестской епархии. В первую очередь мы работаем с людьми зависимыми и созависимыми. Помогаем людям меняться. Для этого у нас есть несколько инструментов. Это двухнедельный реабилитационный проект «Школа трезвости», где мы показываем, как зависимость разрушает людей, и что многие не понимают, что такое созависимость, что она тоже очень разрушительна, и в частности для детей, которые растут в таких семьях. Не каждая семья готова выносить ссор из избы, поэтому многие преступления и факты насилия могут долго не выявляться. Ведь родители ничего не знают про своих детей. Больше про детей знаете вы. Чем заканчивается у нас диалог родителей сейчас? Привет, что ты получил, что ты ел? Все. А то, что происходит с ребенком, чем он интересуется? Эти насильники знакомы дети. То есть они знают, кто это. Это сосед, это родной отец, это учебник. Если нам удается раскрыть нюансы проблемы, и мы осуществляем социальный патронат семьи, мы можем за ручку отвезти туда, куда необходимо семье, чтобы решить свои трудные жизненные проблемы. Это может быть и адресная материальная помощь, это может быть и помощь психолога, может быть и гуманитарная помощь в виде вещей БУ или каких-то других изделий, которые помогут решить трудную жизненную ситуацию, на почве которой состоялся бытовой конфликт. Поэтому у каждой семьи ситуация своя, но есть определенные механизмы их решения, и они дают результат. Конечно же, за то, какими вырастут дети, ответственны родителям. А мир без насилия начинается в вашем доме. И в наших силах сделать его безопасным. Если вы ищете повод для праздника, вам к нам. Мы всегда знаем, что отмечается в тот или иной день. И вот сегодня отмечается удивительный праздник – День Подснежника. День Подснежника. Мне кажется, в первом регионе уже вот только что говорили, что сиренец цвела, а тут День Подснежника. Уже никто его не помнит, даже как он выглядит. Ты знаешь, в нашем регионе всегда ж немножко теплее, чем в Могилёве или Витебске. Это несомненный плюс Брестского региона. И пусть сегодня немножко похолодало, но мы-то знаем, что это ненадолго. А вот насколько похолодало, узнаем далее из прогноза погоды. Смотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну что ж, наш эфир продолжается. Помните, утро каждого буднего дня. Утренние эспрессо и ее ведущие готовы будить вас и дарить хорошее настроение. Вот когда-то будние дни были загружены, конечно, школьным временем. О, да. Да, и до сих пор помнятся вот эти вот уроки прекрасные, замечательные перемены учителя. И двойки, наверное, за невыученную историю, да, Андрей? Ну нет, нет, нет. По поводу истории у меня вопросов, кстати говоря, не было. Особенно истории Беларуси. И вот в этом разделе, в этом предмете меня больше всего интересовала тема Великой Отечественной войны. Ну знаешь, тогда следующая рубрика понравится Андрею и каждому нашему телезрителю. Потому что каждую пятницу на канале Беларусь 4 Брест мы смотрим выпуск рубрики Брещина-Партизанская. Смотрим прямо сейчас, будет очень интересно. Ступая в ряды партизан, присягаю не сложить оружие до тех пор, пока Беларусь не будет освобождена от захватчиков. Партизанская клятва, не раз подтвержденная боевыми делами. Страница истории народной борьбы с фашизмом в проекте Брещина-Партизанская. Август 1943 года. Деревня Сварень, 24 километрах южнее Дрогичина, место дислокации штаба Брестского партизанского соединения и более 10 отрядов. Данная территория запада на восток также прикрывалась крупными силами партизан. И с целью ее усиления командир штаба полковник Сергей Сикорский приказал отрядам имени Щерса и имени Котовского передислоцироваться. Причина – появление аэродрома для установления связи с Большой землей. Жители окрестных деревень приняли активное участие в помощи партизанам. И почти за три недели был создан этот партизанский аэродром. Почти 500 человек участвовало в постройке аэродрома. Это были жители окрестных деревень – Сварень, Горавицы, Радостово. Все оказывали всеобщую помощь. Сваренье суждено было стать тем селом, откуда подпольный обком партии и штаб соединения поддерживали постоянную связь с Москвой, с центральным белорусским штабами партизанского движения. Деревню даже стали называть второй Москвой. Партизанским отрядом через Свареньский аэродром было доставлено большое количество грузов. Только для нанесения массированных ударов по железной дороге этот аэродром получил 20 тонн боеприпасов и взрывчатки и около 800 единиц стрелкового оружия. Гитлеровцы не раз стремились уничтожить партизанский аэродром. Особенно сильные бои были в начале февраля 1944 года. Фашисты пробовали прорваться к аэродрому через Днепробухский канал. Все попытки оккупантов захватить аэродром провалились. Когда наладились регулярные посадки самолетов с большой земли на партизанский аэродром в Сварене, потребовался специальный человек, который бы отвечал за прием грузов, доставленных из Москвы. Эти обязанности полковник Сикорский возложил на командира комендантского взвода старейшего партизана отряда имени Котовского Григория Белякова. А самим аэродромом в целом руководил командир партизанского отряда имени Щерса Виктор Гужевский. В первую очередь привозили медикаменты, оружие, боеприпасы, печатную продукцию. А обратными рельсами вывозили больных, раненых, детей, которые остались без родителей. Дело в том, что еще в отделении Сварыни находился партизанский госпиталь. И здесь он размещался в обычных крестьянских избах. Аэродромная команда в районе Сварыни поддерживала лесную посадочную площадку в постоянной готовности к встрече самолетов. Помощь с большой земли нужна была не только оружием и боеприпасами. Еще больше нуждались в ней раненые, находившиеся в партизанском госпитале деревни Сварынь. Сегодня на месте Сварынского аэродрома ровное поле, на котором до сих пор сильно утрамбована земля. Аэродром перестал существовать в 1944 году, по завершении освобождения Беларуси. Но деревню, где размещался госпиталь, в самом конце войны постигла участь Хатыни. В ходе карательной операции немцы расстреляли жителей Сварыни, а само село сожгли. Но оно возродилось и продолжает жить, как и память о партизанах Драгичинского края. Они выливали бок о бок, делили удачи и неудачи, но никогда не делили родину, одну на всех, как общую победу. Как много все-таки есть мест, да, вот в нашем регионе или места, где мы живем, о которых мы еще не знаем. Правда? Знаешь, мне кажется, что сегодня, особенно сегодня, вся информация в открытом доступе. Если что-то интересное, взял и почитал. О чем можно почитать в нашей региональной прессе прямо сегодня? Не знаете? Наш обзор вам расскажет. На территории Пинского района прошел трехдневный республиканский семинар поисково-спасательной службы МЧС. Мероприятие стартовало с изучения теоретических вопросов, затем спасатели приступили к практической части. Они отрабатывали технику проведения поисково-спасательных работ в природных экосистемах, а также аварийно-спасательных методами промышленного альпинизма. Делится еженедельник. В Музее Белорусского Полесья работает выставка живописи, акварели и графики «Новое старое» из частного собрания Николая Дудко. Он привез землякам около 60 художественных произведений, созданных в период с XVIII века до наших дней. О том, работы каких художников представлены и какие направления изобразительного искусства они демонстрируют, пишет Пинский Вестник. В городском этапе республиканского конкурса «Семья-2024» победила чета Андрея и Юлия Носиня. В ней воспитывается четверо детей – Илья, Константин, Матфей и младшенькая Марианна. О том, как пара познакомилась, чем увлекаются ребята, какая атмосфера царит в доме, читайте в свежем выпуске издания. 27 марта в Новицковичах состоялся сельский сход, во время которого население подняло вопрос о закрытии магазина. Тогда власти пообещали, что сделают все возможное для решения проблемы. Пообещав – сделали. И очень быстро. Минувший понедельник обновленный торговый объект вновь распахнул свои двери для покупателей. Как это было, читайте в номере новинками Нечины за 20 апреля. 20-й Полевский кросс прошел в Иваново. Это открытый кубок Бреска области по легкоатлетическому кроссу. За звание самого быстрого спортсмены соревновались в четырех группах. Всего, по оценкам организаторов, более 600 атлетов вышли на старты. Об этом рассказывает Яновский край. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Кроме прочих дат, сегодня, 19 апреля, отмечается еще день переходящей улыбки. Как думаете, какие знаки зодиака самые улыбчивые? Ну, конечно же, раки, друзья. А если сегодня день переходящих улыбок, то передаю Андрею улыбку тебе. Раз-раз. А я тебе и возвращаю. Друзья, если вы хотите узнать больше информации о каждом знаке зодиака и прогноз на сегодняшний день, тогда смотрите наш гороскоп. Повен. Не лучший момент для споров. Вы, конечно, не проиграете, но от истины окажетесь далеко. Лучше сдержать свою спесь, так как можно приумножить свои проблемы. Телец. Хороший день для того, чтобы делегировать обязанности, которые вам не по душе. Погрузитесь в одно дело с головой. Не гонитесь за двумя зайцами. Иначе, как в пословице, ни одного не поймаете. Близнецы. Вами будут руководить эмоции, а потому очень важно, чтобы они были исключительно положительными. Абстрагируйтесь от плохих новостей. Рак. Вы сможете не только обнаружить в себе новый талант, но и продемонстрировать его другим. Велики шансы получить приятный бонус за то, что делали совершенно бескорыстно. Лев. Пора избавиться от чего-то ненужного. Проведите ревизию контактов в телефоне или устаревших идей. Планеты рекомендуют присмотреться к окружению. Дева. Проведите время в заботах о самом дорогом человеке в жизни, о себе. Сходите в баню, на массаж или просто побалуйте себя чем-то приятным. Вы увидите, какой заряд энергии получите после. Весы. Самое время позвонить старым друзьям и устроить приятную встречу. Такое общение не просто зарядит оптимизмом, но и подарит весьма перспективные идеи. Скорпион. Предстоит налаживать связи и контакты. Звезды организуют удачное истечение обстоятельств. Вы будете мастерами слова и сумеете убедить своих собеседников в чем угодно. Стрелец. Важно в этот день оказать окружающим посильную помощь, если они просят. Отбросьте мысли по поводу смены работы, если они появляются. Лучше отдохните и отвлекитесь. Козирог. Одно очень приятное событие поможет убедиться, что вы на верном пути. Принимайте подарки судьбы с уверенностью в том, что все лучшее только начинается. Водолей. Светила советуют сделать дополнительные запасы для того, чтобы вы были спокойны и уверены. Отложив даже символическую сумму в копилку, почувствуете прилив сил. Рыбы. Предстоит хлопотать. Все психологи как один утверждают, что ребенку в любом возрасте нужна некая самостоятельность. Ему нужно эту зону самостоятельности предоставлять. Но что это такое и где границы понятия? Ну, наверное, самому рюкзак в школу собрать – это самостоятельность. А вот гулять допоздна одному – это уже не совсем. Но я точно знаю, у кого есть ответы на наши вопросы. У специалистов из рубрики «Люди о людях» именно они помогут нам сегодня определить границы детской самостоятельности. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юлия. Очень часто слышу от знакомых молодых мам, хочу, чтобы мой ребенок рос самостоятельно. Что необходимо предпринимать родителям в таком случае? Одна из самых главных целей родительства – это как раз-таки воспитать самостоятельного ребенка, который в будущем без вашей помощи может полноценно жить, развиваться, быть счастливым. Но, естественно, с позиции родителей, родители знают больше, чем ребенок, это логично. И очень часто я наблюдаю такую картину, когда родители хотят самостоятельности от ребенка, но ее не предоставляют ребенку. Почему? Ну, допустим, да. Давай-давай быстрее, мы там куда-то спешим. Давай я сделаю за тебя так, как ты делаешь это долго. Или я делаю это лучше. То есть не дают возможность ребенку сделать самостоятельно какие-то действия, да, вплоть до же одежды, каких-то уборки или еще что-то. Постоянно какая-то критика. И самое, что интересно, ребенок очень быстро понимает, что зачем мне прилагать усилия, если я все равно это сделаю не так хорошо, как хотела бы мама. И он просто складывает ручки и ничего не делает. Обратный эффект. Обратный эффект. Получается, мама хотела бы самостоятельности, но эту самостоятельность она ему не предоставляет. Кстати, есть исследования, они довольно-таки новые, о том, что мамы у детей с выученной беспомощностью в сравнении с мамами, где дети более самостоятельны, более погружены в воспитание. Оказался парадокс, да? Они уделяют больше внимания своему ребенку. Даже вплоть до того, что воспитание ребенка – это как цель жизни. Как отцы себя ведут в данной ситуации? Также есть исследования о том, что папы, дети, у которых имеют выученную беспомощность, как правило, не имеют, не очерчивают четких границ поведения ребенка, не дают какие-то обязательства, то есть обязанности по, не знаю, заправить кровать или еще что-то. То есть у детей таких нету. Не включают таких детей в общее дело семейное, да, что-то помочь. Также такие родители, казалось бы, да, парадокс, но более строгие. Им кажется, что строгое воспитание – как основа счастливого ребенка. Какие еще есть причины? Определенный негативный опыт бесконтрольной ситуации, то есть ребенок, где ребенок не может контролировать действие и результат, да, который получится. Также, возможно, ребенок очень часто просматривает какие-то видеоролики, где персонажи ведут себя беспомощно. Что важно родителям понимать в такой ситуации? В такой ситуации нужно понимать, что ребенку нужен опыт. И даже если он будет что-то делать очень долго, не настолько хорошо, как делает это, ему нужно его приобрести этот опыт. Также учите ребенка тому, что если какие-то неудачи у него происходят, это не значит, что он какой-то не такой, да. Это учите ребенка находить выходы из сложившейся ситуации. Ну и финальная ваша рекомендация? Предоставьте ребенку свободу в том, как он может распланировать свой день. Ну и, безусловно, любовь к ребенку. Но очень четко понимать, что задача родителя – воспитать самостоятельного ребенка, а не ребенка, который будет полностью зависеть от вас по взрослой жизни. Спасибо большое, Ольга. Рада быть полезна. Доброе утро еще раз. Это программа «Утренний эспрессо» и в студии прямого эфира для вас Кристина Мельниченко и Андрей Палагин. Вот есть у меня небольшое предложение. Я сейчас назову парочку мест, ну троечку, может быть. А вы попытайтесь догадаться, где они находятся. Идет, Кристина? Ну, ты будешь, собственно, голосом всех наших телезрителей. Смотри. Королевский мавзолей Мавритании, собор Африканской Богоматери и мечеть Кетшава. Вот слышал о них? Ну, я услышала опорные слова. Мечеть, мавзолей, мавритания, африканская. Все, что знакомое было, ты сейчас перечислил. Все знакомые слова. Ну, тогда следующая информация тебе наверняка понравится, потому что все, что я перечислил, это достопримечательности Алжира. Все, я поняла, почему ты про это заговорил. На самом деле, читала новость. В ходе визита главы Министерства иностранных дел Беларуси в Алжир стороны обсуждали возможность налаживания прямого авиасообщения между столицами двух наших государств. Ну, что сказать. Вот есть у нас теперь новый маршрут для путешествия, а заодно еще и, конечно же, новый вектор развития нашей экономики. А вот о развитии нашей экономики и мировой в целом расскажет наша следующая рубрика «Экономикс». Не переключайтесь. Более 850 тысяч белорусских рублей выделили из местного бюджета на текущий ремонт фасада здания Кобринской центральной районной больницы. Работы запланированы на май. Сейчас в учреждении переоснащают отделения. Кислородное оборудование, в каждую палату выведены кислородные точки. Все это сделано новое. Клапаны поставлены для подключения оборудования современного. Частично заменены кровати. По коридору установлены поручни. Приобретение нового компьютерного томографа профинансировало Министерство здравоохранения. А вот кабинет под него модернизировали на средства из местного бюджета. Кстати, на комплексную реновацию левого крыла и операционного блока деньги также выделил район. Порядка 400 тысяч белорусских рублей. Уже успели заменить все окна и двери. Ведутся облицовочные работы. Подрядчик обещает выполнить все до заявленного срока. Конца июня. С июля пенсии и пособия в Минске, областных и районных центрах будут выплачиваться только в банке. Это предусмотрено обновленным законодательством. Передает Белта. Есть и исключения. Это люди старше 70 лет, инвалиды первой и второй группы. Это же касается и семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет и тех, кто проживает в сельской местности. Остальным до 10 июня необходимо открыть базовый счет в выбранном банке и одновременно заполнить заявление о перечислении туда пенсий или же пособия. Белорусская молочка получила сертификаты для поставок в Алжир. Об этом пишет Белта. На очереди отечественная мясная продукция. Алжирский Минсельхозпрод передал проект по ее сертификации на рынок своей страны. Кроме этого, стороны обсудили двусторонние проекты в аграрной отрасли и сфере сельскохозяйственного машиностроения. Более предметно говорить о них и других направлениях сотрудничества будут на заседании совместной группы. Как сообщает информагентство, ее проведение запланировали на ближайшие месяцы. Говорят, если заниматься спортом каждый день, ну, хоть по чуть-чуть, дольше проживешь. Как думаешь, Андрей, так это? Ну, я думаю, что каждый день заниматься это слишком как-то уморительно, особенно если это делать по часу-два. А вот если по 15 минут, было бы гораздо проще и легче. Вот представьте, с утра 15 минут растяжки, и вы бодры целый день. Я думаю, ты прав. И именно поэтому каждое утро, каждого буднего дня в нашей программе «Фитнес-минутка» именно для таких вот коротеньких, но очень полезных упражнений. Так что присоединяйтесь. Доброе утро! Меня зовут Татьяна, и сегодня мы с вами будем дышать. Сегодня попеременно правой и левой ноздрёй. Приготовьтесь. Сядьте удобно, выпрямите спину и расправьте свои плечи. Нам понадобится наша правая рука. Ну, возможно, левая, если вы левша. Два пальчика, указательные и средние, складываем вместе и приложим к области межбровья. Большой пальчик и безымянный будут попеременно замыкать правую и левую ноздрю. Итак, если вдруг вам вот это положение неудобно, то просто перемыкаем большим и, например, указательным пальчиком правую и левую ноздрю. Приготовьтесь. Сделайте вдох, сделайте расслабленный выдох. Очередной вдох и закройте правую ноздрю. Сделайте выдох только через левую. Сделайте вдох левой, закройте ее и выдохните через правую. Вдох правой. Закрываем. Выдох через левую. Вдох левой. Закрываем. Выдох через правую. Вдох правой. Выдох через левую. Вдох левой. Закрываем. Выдох через правую. Еще один вдох правой. Закрываем. Выдох через левую. Вдох левой. Закрываем. Выдох через правую. Вдох правой. закрываем выдыхаем через левую вдыхаем левой и выдыхаем через правую отлично еще вдох закрываем выдыхаем через левую вдох левой и выдох правой закончите дыхание опустите руку вниз делать свободный вдох и расслабленный глубокий выдох еще один вдох и выдох я вам желаю хорошего дня доброе утро пресс брещане и доброе утро хорошего дня успехов вам доброе утро коптинг просыпаемся доброе утро без подым доброе утро доброе утро доброе утро брест желаю всем хорошего настроения Доброе утро, Брест! Всем доброго дня! Брещане всех с добрым утром! Просыпаемся! Доброе утро, Брест! Желаю вам солнечных дней, хорошего настроения, у вас очень замечательный город! Ну что ж, друзья, это утро продолжается, прямой эфир в студии Кристины Милищенко и Андрея Палагина. Это программа «Утренний эспрессо». И раз уж мы вместе начинаем утро, нам, конечно, очень важно знать прогноз погоды на сегодня. Иначе как же выйти в наши-то переменчивые широты, да, с зонтиком или без куртки, или с легенькой джинсовкой? Ну вообще, как выходить и в каком виде, это решать, конечно, вам. Но с другой стороны, мы дадим вам причину, чтобы сделать это правильно. Далее прогноз погоды. Смотрим, друзья. Здравствуйте, мои телепатические. Вот уж не ожидал, что собственными глазами увижу доказательства существования этого совершенно ненаучного явления. Поражённый нейропрогноз на пятницу, 19 апреля. В городах Каменец и Берёза плюс 9, в Малорите плюс 10, в Барановичах плюс 8, облачно с прояснениями, возможны осадки. Недавно стал свидетелем удивительного диалога, который состоял всего лишь из нескольких слов. Ну как, пойдёт, понял. И ведь эти двое действительно поняли друг друга, а я так и не сообразил, что это было, и куда оно должно отправиться. Так возникли первые подозрения, что часть информации передаётся мысленно. В Ивоцевичах, Пинске и Лунинце плюс 9, в Кобрине плюс 10, облачно с прояснениями, ожидаются осадки. Думал, что меня сложно удивить, но у вас это получилось. Утром не успел открыть рот, а мои мысли уже были прочитаны, и серия ответов на незаданные вопросы не заставила себя ждать. И тебе добрые. Дела в порядке. Зонт в сумке. От кофе не откажусь. Со сливками, пожалуйста. В Столине плюс 8, Драгичине и Пружанах плюс 9, в Бресте плюс 10, облачно с прояснениями, возможны осадки. Я недолго тренировался, но готов рискнуть. Сейчас попробую принять ваши телепатические сигналы. Угадываю смутные образы подушки, тёплого песка и лёгких волн. Да, точно. Кто-то спит и видит, что он уже в отпуске. Не буду возвращать в суровую реальность, пусть человек ещё помечтает. С вами был заботливый Богдан Завируха. Удачных выходных. Увидимся. Ну вот, наконец-то, неделя завершает свой круговорот. И мы снова возвращаемся к пятнице. Желаем вам бурных, насыщенных, ярких выходных. Это утро вы провели в компании телеканала «Беларусь-4 Брест» и программы «Утренний эспрессо». В прямом эфире для вас работали Кристина Милищенко и Андрей Палагин. Вы встречали нас с нами пятницу, а теперь до понедельника, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»